Всем ду-ду-ду, добро пожаловать на канал Фублинкс. Первая серия Айдол уже в сети. Дебют актрисы Дженни с псевдонимом Дженни Руби Джейн. Кто еще не посмотрел первую серию сериала Айдол, то вы можете сперва посмотреть ее, а после вернуться сюда. Ну или если вы не боитесь спойлеров, то сразу посмотреть здесь со мной. Кто еще не в курсе, то Айдол это американский драматический сериал, одним из создателей которого является The Weeknd. И в одной из серий или уже после сериала мы услышим коллаб Дженни и The Weeknd. Возможно песен будет больше, чем одна. Серии будет около шести, а длительность первой 54 минуты, что вполне достаточно и очень легко смотрится. Героиню Дженни зовут Дайан, и для первой серии ее было вполне достаточно. В общем, давайте смотреть. Сериал начинается с фотосессии главного персонажа для ее нового музыкального альбома. В первой серии, как я понял, показывают всех главных актеров, персонажей. Здесь у нас появляется первая проблемка. Отсылка на On the Ground. А вот и Дженни и Дайан. Очень интересно, что Дженни и в реальной жизни Айдол, а здесь она просто на подтанцовке. Но я думаю, она давала советы. Лили Роуздепп. А вот и первый текст Дженни. Она зовет ее тусить. Вау. Дайан будет в качестве примера. И кто говорил, что Дженни ленивый танцор? Посмотрите, как она прекрасно танцует. Вау. У нас тоже слезы от такого перформанса. Дайан. Вау. Какая она милая. О, она милашка. А вот и та сцена из сауны, которую мы видели много раз в тизере. Она очень справляется с актерской деятельностью, мне кажется. И еще один кадр из тизера, из трейлера, где они едут в клуб. Это мне напоминает соло Дженни. И в клипе она также была в клубе со своими американскими друзьями. Так как Джаклина уже знаменитая, как я понял, у нее уже есть вышедшие альбомы, то, конечно же, ее везде преследуют папарацци. Здесь появляется The Weeknd и вайп у него очень плохого персонажа. И ее менеджер, и по совместительству лучшая подруга ее ищет, так как она должна следить за ней. Но ее, конечно же, отвлекают. Главный персонаж Джаклин пока не вызывает у меня симпатии, потому что она признается в любви чуваку, которого видела пару минут. Который просто присел ей на уши, сказал пару приятных слов, и все. Я тебя люблю. Я люблю тебя. Я люблю тебя тоже. Мне почему-то кажется, что именно в этом клубе происходит что-то плохое, но нам пока всего не показывают. То есть только отрывки. Это тот звук из тизера, по которому люди думали, что героиню Дженни будут звать Энджел, Ангел. Но ее зовут Дайан. Ей все-таки показали фото. Уже на следующий вечер, или в этот же вечер, она пригласила его к себе, в свою студию, незнакомого постороннего чувака. И показывает этому мутному чуваку песню, которая вот-вот собирается выйти. К тому же только недавно у нее был скандал, фото еще даже не удалили с интернета, а она уже хочет создать новый. Они используют песню The Weeknd'а как песню для Джеклин. У Джеклин явно какие-то проблемы. Ее можно понять, потому что, как мы видим по сериалу, ее мать умерла у нее на руках. Главных персонажей уже показали в сериале, и, кстати, все эти кадры из первой серии были в трейлере. Видимо, в трейлере использовали только кадры из первой серии. И, надеюсь, в остальных пяти сериях мы увидим новые. Того, чего не было в титерах. Проблема, которая появляется, возможно, которая будет на протяжении всего сериала, это то, что сливают ее фото непристойного характера. И, мне кажется, или вот эта девушка является трансперсоной. Потому что голос звучит грубовато. Героиню Дженни Дайан показывают уже в первой половине сериала, и это очень-очень здорово. Потому что, я уверен, многие блинки начинают смотреть этот сериал только благодаря Дженни, иначе мы бы о нем вообще не знали. Да и, в принципе, как-то говорилось еще до выхода сериала, что Дженни пригласили только для пиара. Но мне очень нравится, как играет Дженни. Это выглядит очень естественно, хоть она и не является актрисой. Так как она артист, она справляется очень отлично. То есть, в ней уже это есть. Она умеет не только петь, читать рэп, танцевать, но и также играть. Артист, он хорош во всем. Джаклин чувствует, что что-то не так, потому что ее фото слили, поэтому ее менеджер решил спрятать ее телефон. И она чувствует эту странную атмосферу, что что-то здесь не так. Но ее менеджер отвлекает ее, что танцоры ее ждут. Точнее, не отвлекает. Ее действительно ждут танцоры уже более 45 минут на жаре. Поэтому она забывает о телефоне, который пропал странным образом, и отправляется на репетицию. Как я понимаю, Дайан лучшая подруга Джаклин. Я надеюсь, из-за того, что Дайан лучше нее в танцах, в перформансе, они из-за этого не поссорятся в будущем. Увидим это уже в следующих сериях. Так как Джаклин в не самом ресурсном состоянии, то и хореограф просит Дайан исполнить танец снова в главной роли, чтобы Джаклин посмотрела и поняла, как нужно. Пока что мне нравятся взаимоотношения Джаклин и Дайан. Они очень здоровые. То есть, даже если ее ставят в пример, она не злится на нее, а просто принимает. Этот сериал, конечно, очень, так скажем, эпатажный. Очень 18+. Посмотрите на танцы Дженни. Как я помню, Дженни выучила эту хореографию либо за один день, либо за очень короткий срок. Кстати, еще Дженни снималась не с самого начала, а это были, как я понял, пересъемки сериала. То есть, кадры с Дженни, возможно, снимали уже отдельно или после на дополнительных съемках, когда основная часть работы над сериалом уже была закончена. Дженни пригласили в сериал немного позже. И это, на самом деле, подтверждает тот факт, что ее пригласили только для хайпа. По Джаклин мы видим, что у нее какие-то переживания, проблемы перед выходом нового сингла, потому что она просто начинает плакать посреди репетиции и не показывает этого никому. Та самая сцена из сауны, где Джаклин спрашивает у Дайан, главной тусовщицы, видимо, про тот самый клуб, как он называется. Получается, это именно благодаря Дайан происходит то, что Джаклин влюбляется. Сейчас вы увидите, что будет дальше. Здесь очень вайбовая сцена от того, как они отправляются в клуб, тусят, веселятся. Их встречает много папарацци, потому что Джаклин знаменитость, она айдол. Здесь есть мутный тип, который хочет что-то сделать с ее подругой и личным менеджером. Она просила ВД минут семь, никто ее не приносил, и кажется, возможно, ей что-то подлили. Нам пока не показывают, что именно произошло после в этом клубе, показывают только хорошие моменты, когда они в состоянии. Мне кажется, что там что-то произошло, чего они не помнят, и это покажут уже после, каких воспоминаний. Им всем в коктейль что-то подмешали, поэтому пока что вся эта команда находится вот в состоянии опьянения, потери памяти, возможно, под каким-то веществом. Джаклин уединяется с... Я забыл, как его зовут? Парень с крысиным хвостом. Ее подруга и личный менеджер ее ищут, так как она всегда должна за ней следить, но, конечно же, ее отвлекает красавчик, высокий красавчик. Она, конечно же, теряет до речи, потому что она так занята работой, что ей нет времени до свидания с парнями, поэтому они как раз таки этим пользуются. Они изучили их заранее и вот выпустили красавчика, чтобы он отвлек ее. И чтобы она не смогла найти Джаклин, пока парень с крысиным хвостом присел на уши Джаклин. А где, интересно, Дайан? Вот, кстати, заметили, что других уже не показывают, потому что, мне кажется, тут что-то происходит. И они, возможно, даже уснули. The Weeknd здесь очень-очень плохой тип. Тут даже по музыке, понятно, при его появлениях, по его темному наряду, он очень такой вот плохой персонаж. Но, как я понял, Джаклин не особо знаменитая, присущая этот скандал, который увидят подростки. Билеты на ее концерт пока что не продаются, или там говорили про другую знаменитость, но, скорее всего, там говорили про Джаклин. У нее уже были выпущенные песни, и вот скоро выходит новый, первый новый трек после смерти ее матери. На следующий вечер Джаклин зовет этого парня к себе. После слов личного менеджера Джаклин о том, что он может чувствовать себя дома, он спросил, ты уверена? Потому что он увидел камеры, якобы говоря, что я не могу себя чувствовать как дома, когда за мной следят столько камер. Он изучает дом, и у него очень странные движения, он что-то употребил. Как я понимаю, это очень плохой персонаж, который будет, либо поможет Джаклин, либо собьет ее с пути. В конце мне понравилось, что он действительно показал, как ей нужно записать песню, чтобы люди прочувствовали, что она настоящая. Потому что самой Джаклин не нравится ее песня. Как она ее исполняет, будто бы она обманывает свою аудиторию, себя. Тедрос пока что непонятно, какой это персонаж, положительный или отрицательный, или это что-то типа антигероя. Я думаю, это будет 50 на 50. Он мне как-то и поможет, и при этом усугубит ситуацию. Знаете, пока что тут тяжело определить положительного персонажа, потому что это такой сериал, где, мне кажется, нет положительных персонажей. У каждого персонажа чувствуется что-то не негативное, а вот подвох. Будто бы он может вот в любой момент взять и показать свое настоящее лицо под лица. Даже Даян, она кажется милой, но вот что-то в ней тоже есть отталкивающее. Она кажется, возможно, даже двуличной, или может быть даже будет такое, что она подставит главную героиню. Джаклин мне вообще не нравится, это главный персонаж, но он вызывает у меня отрицательные эмоции. Я понимаю, что она хочет быть свободной, но она перебарщивает. И мне кажется, как раз таки вот эта вот ее открытость, она будет притягивать к ней проблемы. Она притянула уже две проблемы, это ее слитое фото, которое она сама сделала, и, конечно же, кто-то его слил, и ее знакомство с Тедросом. И то, что она его так быстро пригласила уже на второй день, даже, сколько они знакомые, пару минут, она уже пригласила его к себе домой, и в студию, показывает ему невыпущенный трек, это же очень странно, признается ему в любви. Дайан, Дайан, надеемся, что ее будет больше, но пока что у нее очень интересная личность, то есть, она какой-то проводник для Джеклин, это такой персонаж, который создает, вроде бы, гармонию в сериале. Она лучшая подруга, Джеклин, она помогает ей расслабляться, тусит с ней, ходит в сауну. Посмотрим в будущих сериях, чем еще нас удивит Дайан. Пишите свою реакцию и вы, как вам сериал, кто больше вам понравился, как вам актерская игра Дженни Руби Джейн, и как вам в целом первая серия. Пишите свою реакцию и вы. На этом пока что все, ждем следующей серии. Спасибо за просмотр, пока.